Но вот в том году он сидел на бочке, на бочке со самогоном. Ну вот, наверное же, употреблял сильно много. Теперь вот, что осталось, мы видим. Так что это еще и реклама, нельзя много пить. 109-й день рождения великого земляка встречает всех желающих песнями, плясками и угощением. Память Михаила Шолохова в этих местах чтят с размахом и весельем. Так казаки из Чертковского района демонстрируют свои музыкальные таланты и приглашают свой курень. Самая сладкая, сама понимаю, самая любая, может быть цвета. Взять вот такое самое обыкновенное полотенце, если очень внимательно посмотреть, здесь можно прочитать какие-то буквы, да? Это полотенце вышивал для своей семьи Мат Рёна Ходис. Это фамилия. Ну, конечно, это был свадебный рушник. В выставке народного промысла, Донской национальный колорит, нетронутая природа, неизменная веками – это лишь часть праздника. Одним из значимых событий памяти писателя стал выход в свет первого номера журнала «Мир Шолохова». Этого события ждали многие шолоховеды. Речь в журнале не только о произведениях. Здесь есть долгое время неизвестные детали жизни крупнейшего мыслителя, художника и философа, а также воспоминания его земляков и часть рукописи сценария «Поднятая целина» 30-го года. В первом тираже 200 экземпляров. Следующий номер выйдет также в этом году. Россия, согласитесь, сегодня в каком-то порыве к единению. И такие события, как шолоховская весна, они должны проходить по всей стране. А уж говоря о том, какой размах она получила, и эти обороты набранные, ну, это вызывает просто и радость, и гордость, конечно. Радость и гордость испытывают не только земляки писателя. Станицу Вешенскую съезжаются со всей России и не только. Нам просто мы из Волгограда, очень интересно, все ярмарки, все юбилеи, все салюты, ну, просто очень, все очень, очень интересно. Мы с Станицы Восковской приехали на праздник, посещаем его каждый год, каждое последнее мае-воскресенье. Нам очень нравится. Ну, праздник, как всегда, впечатляет. Размах, много народу, прекрасные коллективы творческие. Возложить цветы, отдать дань памяти великому писателю и сказать спасибо за великое литературное наследие в Станицу прибыли первые лица области. 109-я Вешенская весна еще не завершилась, а планы на годовщину уже есть. После завершения праздничных, сегодняшних мероприятий, с понедельника оргкомитет будет собираться для того, чтобы готовить план мероприятий и двигаться к празднованию следующего года. Вечером всех прибывших, как и положено, на берегу Дона ждет грандиозный концерт и фейерверк. Какой будет 110-я, Шолоховская весна покажет время. До нее остался всего лишь год. Сергей Мирошниченко, Андрей Коробко. Главные новости.